Год, посвященный учителям, официально завершился, но на этом развитие отрасли образования не заканчивается, а наоборот набирает все больше обороты. В 2023 году в Ульяновской области прошло 7 тысяч тематических мероприятий, которые объединили 17 тысяч человек, связанных с просвещением. Были открыты и отремонтированы школы, придуманы новые конкурсы, а также учреждены новые должности. Была необходимость в правовой помощи, в консультациях у педсостава, соответственно, поэтому в мае была введена эта должность советника-министра по правовому просвещению. В мои должностные обязанности, скажем так, входят консультации, иногда, если необходимо, составление каких-то документов для обращения в суд и иные органы. Торжественное закрытие года педагога и наставника прошло во дворце губернаторский. На сцену вышли учителя, которые стали лауреатами многочисленных престижных конкурсов. Среди них молодой педагог русского языка Евгения Казакова. В школе она работает три года, а профессию выбрала, как и у ее мамы, педагог. Этот год был для меня особенным, потому что я впервые поучаствовала в конкурсах педагогического мастерства. С командой молодых педагогов мы заняли второе место в области. Сама стала победителем регионального этапа хранителя русского языка. И в команде большой страны мы тоже стали призерами от школы в этом году. Итоги подвел губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Он отметил, что год прошел продуктивно, успешно и оправдал все ожидания. А еще поблагодарил педагогов за их ежедневный труд и неоценимый вклад в развитие региона. Важно продолжить развитие наставников. Этому вопросу был посвящен последний государственный совет, на котором президент России отметил, что сегодня традиции наставничества возрождаются, развиваются, причем на качественно новом уровне. Также на мероприятии были поставлены задачи на 2024 год. Среди них запуск просветительского проекта «Академия родителей», проведение конкурса «Лучшая безопасная школа» и дальнейшая работа по повышению статуса педагога-наставника. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.